Ну что, друзья, добро пожаловать в Мюнхен. Я сам ее в культоску не увозил. Тут каждый имеет право своего мнения. Истинный католик никогда не может быть нацистом. Вот традиционная шляпа. Семки есть? Очень вкусно. Путин. Газпром, Газпром. Друзья, ж такое по Мюнхену, все клево вроде. Слышишь, века шумит. Мне просто заметить, ребят, что клюет только у нас. Это рыбалка. Добро пожаловать на самую высокую точку Германии. Ребята, всем привет из Домодедова. Сегодня я отправляюсь на выходные в Мюнхен для того, чтобы встретиться там с друзьями и показать вам, как же этот город готовится к главному событию года октоберфестер. А для тех, кто любит немецкое пиво и мечтает попасть на этот фестиваль, в конце выпуска я расскажу, как можно получить абсолютно бесплатные билеты от компании Lufthansa, которые, собственно говоря, я и лечу. Кстати, очень удобно, впервые использую такие пушевые уведомления, благодаря которым можно, во-первых, зарегистрироваться на рейс, просто показать посадочный талон, также они пишут, когда выход на посадку, в общем, все очень удобно. Я лечу бизнес-классом, постараюсь вам показать бизнес-залы, как вообще весь процесс происходит, а также все самые интересные события, которые проходят сейчас в Мюнхене, самые красивые достопримечательности. Приедет Макс из Захина, в общем, поехали. Приходит пушевые уведомления, что ваш багаж принят и с ним все хорошо. Интересная тема. Круто, что вы люб ганзы, если вы летите бизнесом, то проходите таможню отдельно, то есть без очереди. Вот как это выглядит. Здесь еще вот такая комната, прям в бизнес-зале, где можно сесть, провести переговоры. Курить здесь запрещено. Спасибо. Так, как здесь можно попросить подушечку беленькую, мало кто об этом узнает. Что, друзья, добро пожаловать в Мюнхен. Погода отличная. Солнце багажа. Приходит подсказка, место выдачи багажа. Лента 14. Ну ты маяк. 6 часов лет прошло. Краса. Здорово. Что, как дела-то? Год не виделись, Макс. Что нового? Блин, пролетел только так. Ну, я тебе рассказать надо. Ребята, заселились мы возле Карц Плаза. Это центр. Здесь есть неплохой парк, кстати, рядом. Кто-то принес с собой подушку даже. Мы идем встретиться с Мишей. Он местный житель. Приехал из России, уже много лет живет в Мюнхене. И он покажет нам, где можно покушать, куда можно сходить. А на завтра мы договорились с профессиональным гидом. Опять же, сравните. Две категории людей. Профессиональный гид обычно вводит по таким местам, которые массовые, исторический центр, суперкультовые места. А местные жители, они вводят по тем местам, которые они сами для себя считают интересными. Мне больше нравится гулять именно с местными жителями, потому что они отсеивают места массового скопления туристов. Ну что, вот мы и пришли на Карц Плаза. Самое центровое место. Очень много туристов. Здесь можно погулять. Здесь сплошная улица ресторана. Кстати, знаменитый Хаубрехаус, где Гитлер начинал свои выступления. Именно оттуда пошла расти его власть. В этом заведении стоят кружки, специальное отделение для кружек, которые закрываются на ключ. И люди приходят, берут свои кружки, наливают пиво и пьют. И эти кружки передаются из поколения в поколение. Есть такая традиция. Ребята, знакомы ли вас с Мишей? Сколько лет ты живешь? Шесть. Шесть лет. И лучший Миша в Мюнхене никто не знает. В основном пивоварни местные. Вон на улице, на другой стороне. Пауля нет там и так далее. Это все такие пивоварни, где варят Хелис. Хелис это фильтрованное пиво. Это как мы привыкли пить, да, обычное пиво. Но все знают, что всегда можно попить вайсбир. Вайсбир это нефильтрованное пиво. Шнайдервайзе, это называется ресторан, специализируется только на нефильтрованном пиве. Там еще снимешь карту. По-моему, штук их 12 или 10 видов только нефильтрованного пива. Ну пойдем зайдем, посмотрим, что там дальше. А еда есть тоже, да? Конечно, Сань. Еда здесь есть везде. Велосипедисты здесь такие же участники дорожного движения. В сильную жару им тоже хочется что-то попить. Им хочется попить пиво. Но пиво им пить нельзя, потому что они могут перебрать. Но хочется. Поэтому велосипедисты несколько десятков лет назад придумали такое понятие оратор. Короче, просто мешается пиво с лимонадом прямо один к одному. И не нужно думать, что это невкусно. Люди на него подсаживаются и пьют только оратор. В частности, слабоалкогольный напиток. Девчонки любят оратор, да? Девчонки очень любят оратор. Поэтому дорешил взяли. Значит, ребят, всем приятного аппетита. Ребята, всем доброе утро. Мы начинаем наш день с завтрака в Оберполлингвилле. Это универмаг, в котором вы можете помимо того, что покушать вкусно, еще купить любые брендовые вещи. Орский суп с печеночной клеткой. Подожди, Макс, расскажи, как правильно. Я не прошу тебя показать. Расскажи, как правильно, а дальше уже ешь, как получится. Берешь сосиску, макать? Да. Это сладкая домашняя горчица баварская, она действительно сладкая. Правильно сосиску брать вот так и вот прямо высасывать. Кстати, ребят, очень вкусная еда. Вот даже по лососе сразу все понятно становится. Обычно он какой-нибудь копченый или еще что-нибудь. Здесь прямо мало сол, как домашний. Очень вкусно. Ну, красиво. И голубь такой в тему, голубь. Ну, вот мы идем по очень интересной улице, вернее, две улицы. Нойхаузерстрассе, а следующая улица называется Коуфингерстрассе, о чем я не рассказал. Ворота, через которые мы прошли. Одни из трех оставшихся городских ворот, они начинают или заканчивают знаменитую мюнхенскую торговую милю. Это самая посещаемая улица во всей ФРГ. Самое старое пиво, которое разливают в Мюнхене. Где-то с 1328 года. Августин известен тем, что он не поставляет, не открывает заводы в других странах, как говорят правило франчайзинга. Одна из них, вот перед вами здесь русское меню. О! Здесь вообще шеркан. Да, многие туристы, кто заходят в Августинер, они не знают о том, что здесь есть такой замечательный зеленый дворик, где можно выпить пиво. Ой, как здесь классно, а? Называется Зеленый зал. Мнаменитый магазин Макс Круг, здесь можно купить сувенирчики, очень классные причем. Это баварские часы. Баварцы настолько консервативны, здесь даже время идет назад. Поэтому баварские часы, они точно найдут другую сторону. Это все, что водится под водой в Баварии. Этот музей был открыт когда-то бывшей монастырской церкви. Вы едете по автобану, нарушаете скорость, или вы не пристегнуты, или вы разговариваете по телефону. Параллельно вам едет вот такая машина, такая, такая, без разницы, любая. Как только вы положили трубку, она вас обгоняет. С правой стороны вот такая рука с таким жезлом, где написано «Хальф, полицай, вас на ближайший выезд». Там сидит два полицейских, говорит «Вы разговариваете по телефону», а рядом с вами человек был не пристегнут. Ну, 250 евро. Если полицейский даже едет на своей частной машине, все, он может вас штрафовать. Кстати, каждое оскорбление имеет свой денежный эквивалент. Есть четко граница, как вы назвали человека, сколько вы за это заплатили. Собор был разрушен полностью, но вот башни остались целые. Почему? Их старались не бомбить, как самое высокое здание в Горне, с уже ориентиром для авиационных налетов. Тебе похож на Ганса. Я думал, и ты. Примерно за 100 евро можете одеться вот так. Настоящие кожаные костюмы. Ориентативные, очень хорошие. Ботинки. Не хватает шляпы. Макс, давай как модель. Вот традиционная шляпа. Семки есть, а здесь найду. Наконец-то мы сделали шляпу. Теперь я настоящий баварец. Ну что, друзья, собственно говоря, вот так должны выглядеть истинные баварцы на Октябрь 1. Ну и не только баварцы, и туристы могут так одеться именно в этот день. Здесь очень много известных людей. Кличко, Майкл Джексон, Горбачев. Пишите в комментариях, кого еще узнали. Вы можете выбрать дешевый магазин и одеться просто на один день. А можете купить себе вещь, которую вы будете носить всю жизнь. Да, это вот магазин Breeder. Августинер, Амдом. Очень хорошее место, чтобы прийти покушать и выпить пиво. Стойка бара, как огромный бак, где пиво валит как бы в разрезе. Угу, дворик. Многие заходят вовнутрь и садятся снаружи, но внутри. Дворики тоже очень. Это интересный такой безалкогольный напиток. Называется Рабаба Шорли. Минеральная вода с соком ревенева. Давайте попробуем. Баварцы говорят прост. Прост. Я понял, чем можно еще в Мюнхене заниматься. Сбором, да, подстаканников и потом сделать красивую из них какую-нибудь штуку. Каждый год ворея проведения мюнхенского карнавала, после которого начинается лик католический пост, из ратуши города выходит мюнхенский бургомистр с огромным кожаным кошельком. И мой этот кошелек в фонтане, чтобы весь год за сколько с ней были деньги. Тоже самое это день со своими кошельками делают все жители города. Вот это здесь и называют отмывание денег. Очень красивый цвет воды, да? Удивительно. О, ничего себе. Скажу фразу, которую многих подписчиков удивит. Звободный интернет в Мюнхене есть далеко не везде. Если он есть, а не факт, что он работает. И б скорость будет 56 кбс. Точная копия от Джульетты. Женщины, в общем. Если хотите стать матерями, то нужно тереть грудь. Какое ощущение? Ну ничего так. Очень вкусно. Ну что, Макс, давай тест-драйв. Очень вкусно. Вкусненько. Сушеные белые грибы. Вот в таких баночках. С прикольными крышечками. Интересный подход. Высокие столбы раскрашены в цветах национального баварского флага. Белый и синий. Пиво Октоберфест. Это все участники Октоберфеста. Это общая эмблема Мюнхенского пива. Те заводы, которые имеют право варить на Октоберфест пиво. Уже поняли, что это просто музей. Это и пивная. Тут можно посидеть. Прекрасно попить пиво. А вот бавацкий завтрак. Белые сосиски. Бокал пива. Музей. Самое интересное, в чем музей. Москал. Путин. Газпром, газпром. Москал, Москал. Пивная, 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 бывшая мюнхенская королевская пивоварня, знаменитый Хофбройхаус. Три этажа и внутренний дворик может одновременно обсудить до трех с половиной тысяч человек. Пропуская способность пивной, в среднем 35 тысяч человек в день. В 70-х годах прошлого века или 426 человек получило право на ячейки для своих персональных кружек. Будь вы техасский миллионер или какой-нибудь русский олигарх, не знаю, за какие деньги вы такую ячейку не получите. Хозяева заведения дали право иметь такие ячейки, тем завсегдатами. Прадеды, которые сидели здесь, деды, которые здесь, и отцы, которые здесь, будут перебиваться по наследству. Это уж точно самая дорогая улица Баварии, а говорят и всей Германии, знаменитая Максимилианштрассе. На этой улице только самые шикарные фишенебельные магазины, отели и рестораны. Тифани, Бербери, Патте Филипп, Верту, Эрме, Валентина, Эскада, Шанель. Это все Максимилианштрассе. На счастье и богатство надо носик потерять. Ребят, помните, я на стуле Распутина посидел, да? Надеюсь, что это так же сработает. Поехали в уникальное место, которое называется Айсбах, это ледяной ручей. Никогда бы не подумала, что практически в центре Мюнхена люди могут кататься на серфе. Кстати, по статистике, каждый год здесь умирает один человек. Идешь такой по Мюнхену, гуляешь, все клево вроде. Слышишь, река шумит. Самое интересное, что где входит река, непонятно, то есть, где она заходит. Она под городом, по ходу дела, идет, набирает там такую силу, и мощный поток вырывается, создает волну, по которой люди могут серфить. Какой ты назвал? Какой ты? Где ты? В Перу. В Перу? В реально? Как ты говоришь, что мы видим здесь? Это невероятно. Это очень потрясающе. Ты любишь? Я очень люблю. Я живу здесь все время. Да? Смирь и в зиму? Нет, только в зиму. Только в зиму. В зиму. В зиму? Нет, нет. Окей. Такое залипное занятие. Просто приходите сюда, садитесь, и пару часов отдыха вам обеспечено. Будете смотреть, как течет вода и как падают на ней люди. Ребят, смотрите, закон о рыболовстве в действии. Плавает форель, а ребят сяд ноги моют. Ну, вернее, мочат. Обалдеть, я такого нигде не видел. То есть рыба вообще ничего не боится. Приезжайте на Октоберфюст. Это место, масс-хэв, к посещению прям. Если надоедает сидеть в шатрах и пить пиво, можете взять пиво или без пива. Прийти сюда, просто покормить форель, посмотреть, как люди серфят, падают в воду. И сейчас мы еще пойдем в сад, в котором можно тоже так же выпить пиво. Смотрите, вот здесь серферы катаются. Мы сейчас дошли, минут 10 шли вот до сюда, то есть еще огромное есть озеро. Я вам хочу сказать, что этот парк мне нравится даже больше, чем в Нью-Йорке Централ парк. Потому что первое, здесь рыба, второе, здесь серферы. Единственное, вот мне нравится, что такие дороги пыльные. Смотри, девушка и этот самый гуси. Да, ребят, смотрите, позади меня интересная картина достаточно. Ну, не знаю, насколько вам интересно. Можно приблизить, приблизить. Только что вы увидели, как Терминатор приземлился на землю. Он сейчас подойдет и скажет, что мне нужна твоя одежда. И возле китайской пагоды один из самых известных пивных садов. Здесь можно недорого и вкусно попить пиво. И покушать. В Германии существует такая тема, что вы можете на машине ездить в определенный период. На этой машине с апреля по август человек ездит, поэтому он платит налоги с апреля по август. То есть это летняя, так называемая машина, а зимой он ездит на другой. Это Ромео. С апреля по октябрь. Это вообще законно? Тут каждый имеет право своего мнения в Германии. Почему я в Культуску не увозил? Ну, потому что они имеют право своего мнения сказать. В Германии каждый... Я могу подойти и сказать, по моему мнению, ты дура. И мне никто ничего не скажет. Потому что я скажу, по моему мнению. Если я скажу просто так, ты дура. Меня заберут. Что ты ему лет? Дальше стул. 16, поэтому только можно ездить на машине. Серьезно? 16 лет начинается как мопед. Прикольно, первый раз такое вижу. Доброе утро. Мы проснулись и едем в очень замечательное место, которое называется Лойдаш. Кто проснулся, кого разбудили. Да, кто рано встает? Те, кто любят рыбалку. Ребят, мы сейчас едем в очень красивое место. Это Австрия. Это горы. Сумасшедшее красивое озеро, в которое водятся форели. И мы постараемся поймать немножко рыбки. Хорошее занятие рыбалка. В плане того, что вы можете встать рано утром, поехать, насладиться, помедитировать. Потому что рыба – самое древнее существо. Соответственно, когда вы занимаетесь рыбалкой, у вас проходит общение с этими древними существами путем медитации. То есть вы сидите, смотрите на выплавок и просто кайфуете. Не затерпели мы с максимум до границы. Такой вот завтрак туристов. На рыбалку надо приезжать голодным, чтобы поймать рыбу. Поэтому мы так чисто перекусим. Кстати, кто хочет приехать на Октоберфест, я знаю о том, что компания Люфганза разыгрывает билеты. Поэтому переходите по ссылочке в описании, принимайте участие. Надеюсь, что именно тебе повезет. И ты прилетишь и проедешь, по-моему, маршруту, погуляешь на Октоберфесте. Съездишь также на рыбалочку, как и мы. Сходишь, попьешь пиво. Все подробности в описании. Вот, собственно говоря, так называется место. Можно сразу копченую рыбки купить. Давай, две удочки. 5 евро стоит удочка. Тебе дается все сразу с собой выучить бокс, куда рыбу складывать. Нельзя только вылавливать и потом назад кидать рыбу. Понятное дело. Опарыши, кукуруза, это вынимать крючок, руки вытирать, две удочки красные. Думаете, что вот это такое? А это специально убивать рыбу. Палка. Смотрите, огромные форелины. Все куда-то пошли туда, а мы видим, прямо здесь плавают. Поэтому насаживаем по-быстрому вот так вот червяка. А вот она, смотрите, плавает. Поцак, поцак, поцак. Вот это красиво. Это рыбалка. Ага. Я просто заметил, ребят, что клюет только у нас. Больше никто не ловит. Никто. А знаете, в чем секрет? Секрет сэндвича. Мать, мы с тобой уже тысячи рыбки ловили. Ни у кого не клюет, они нас ненавидят все. Они злые, стоять с этими лицами на нас мырошеки. Типа, что вы тут делаете? На что вы ловите? Говорят, а мы плавим, как и вы, на то же самое. Смотри, ни у кого не клюет просто. Мы уже полную эту наловили. В общем, ребят, первое. Это самая красивая рыбалка. В таком месте я еще ни разу не ловил рыбу. Это очень круто. Просто можно наслаждаться. И второе. Клюет, как из пулемета. Каждый заброс, поклевка и вытаскиваешь, чтобы мы уже целый ящик наловили. Сейчас ее почистим и приготовим. Нам удалось договориться с хозяином этой фермы. Оказывается, здесь еще выращивают форель для продажи. Экологически чистая. В альпийских горах. И сейчас он нам расскажет и покажет свое хозяйство. Обязательно нужно продензифицировать ноги. Прежде чем вы зайдете на самопроизводство. О, это малек. Вот таким образом чистится. Вот сразу вода спускается с гор. Вон, с ручей. Ух ты, сколько их здесь. Ручные форели. Им уже полтора года. Самое-самое главное, это бухимая проточка на вода. Гор. О. В основном его бизнес, конечно, продажи рыбы уже в город, в ресторанах. Эти тоже высаживаются. Он поддерживает экологию и высаживает их тоже в реки и озера. А это государственная программа или он сам делает? В приватных судебах занимается. А, сам делает. Сам делает, да. Сам поддерживает экологию тоже своей, как, ну, страны. Сколько людей в России обслуживает эту ферму? Сколько людей работают? У нас все метрифтуально. Десять. Десять человек, да? Десять человек. В этой машине сортируется рыба. Закачивают туда и рыбу сюда? Маленькие сразу здесь выпадают и вымываются опять назад. И так они распределяют их. Почему они покупают рыбу в ресторанах? Вас costит килю... Если ты хочешь прийти и купить живую рыбу, стоит 6-7 евро. А если уже ресторан заказывают, она уже почищенная, все уже замороженная. 8 евро стоит. 8 евро. Вот уже эти самые большие. Огромные. Вот это да. Огромные вообще. Да, очень красивые. А как он пришел к этому? Пусть расскажет. Уже 100 лет это держится в семейных руках уже. Это был его дедушка, держал уже форели. Это были 40 маленьких бассейников. Как его зовут имя, фамилия? Ангела. Ангела Томас. Ангела Томас. Ты уже здесь? Из здесь. А, из здесь? Здесь, Карина, уже 100 лет уже. Семья. Это моя успеха. Спасибо. Чао, Заблос. Классный бизнес и очень интересный дядька. Из поколения в поколение передается. Видно, что с душой делают. И такой продукт хочется покупать. Я уверен, что многие из тех, кто сейчас это смотрит, тоже бы с удовольствием себе заказали рыбу, зная, что она в таком красивом экологическом месте. Вырастили с душой, с любовью. И я уверен, что она очень вкусная. Удалось заготовить 12 килограмм речной форели, которую мы удачно сейчас отвезем домой, накормим наши семьи. Мы сейчас еще поедем в одно живописное место и покажем вам, чем можно заняться помимо рыбалки. Вообще, ребят, мы сейчас едем обратно в Мюнхен. По пути заедем в Гармиш. Оттуда ходит поезд на самую высокую вершину Германии. Поэтому мы сейчас пойдем туда, сядем на поезд и поднимемся на самую высокую точку. Надеюсь, будет очень красиво. Пошел сейчас пост в инстаграм, как мы ловим рыбу. И многие подписчики пишут, что если бы мы ловили в Германии, мы получали бы штраф за то, что не пользовались подсаком. Представляете, да, для того, чтобы выводить рыбу, вы обязаны подсак. Хотелось, чтобы рыба не билась, чтобы ее сразу подняли и меньше ей вреда нанесли, так сказать. И она меньше мучилась. Поэтому за это штрафуют. Итак, мы были в Австрии. Во-первых, нам не нужна лицензия. Мы можем просто приехать и половить. Во-вторых, не обязательно использовать подсак. Называется Тедди. Здесь все по 1 евро. Нам нужно купить сумку-холодильник. В России тоже есть такие магазины. Я думаю, что франшиза во всем мире. 1 евро можно купить такую маску. Какой же чистый, свежий воздух. Холодный при этом, да, такой. Несмотря на то, что раскаленное солнце, асфальт, а с гор все-таки дают такой прохладный ветерок. Мы с Максом остановились перекусить. Если хотите, в Германии есть и итальянские рестораны, и местная немецкая кухня, национальная, да, и баварская. На любой вкус. Самое интересное, мы сейчас будем есть пиццу и смотреть туда, куда мы будем подниматься. Да, вот туда. Карпаччо пицца стандартная. Всем приятного аптита. Кстати, совсем недорого. Ну, плюс там чай. 43 евро, грубо говоря. 2962 метра. Вот на такой штуке. Это стоит 112 евро за двоих. 56 евро на одного. Мы сейчас едем и, честно говоря... Уши закладываются. Уши закладываются. Не понимаем, как вот эти канаты не рвутся. А как их натянуть? Скажи, мне первое, нужно было как-то натянуть. Это снег, смотри. Давайте снег. Ребята, это для тех, кто боится высоты. Шаттл, спейс-станция космическая. Ребята, вы давно здесь? Помогите! Добро пожаловать на самую высокую точку Германии. Высота практически 3000 метров. Холод. Здесь всегда лежит снег. Макс, давай обгоняй их. Обгоняй, а что ты встал? Немного тучи разошлись. Понимаете, какая красота. Все стоят. Мы любим адреналин. Мы полезем здесь. Но сейчас только не страшно, потому что туман. И незаметно, что тут 3000 метров вниз. Поэтому мы медленно обойдем. Упасная вещь. Вот смотрите, буквально за несколько секунд поменялась абсолютно видимость. Облака практически сейчас не видно. Вот я только что здесь снимал, было все видно. А сейчас только лишь силуэты. Полный туман, как говорится. И если вы оказались одни где-то в горах, без навигации, ориентироваться вам практически невозможно. Класс! Ну прикольно побывать на самой высокой точке Германии. Фу, только честно. Сдыхаешься, реально. Я не ожидал. Разряженный воздух. Ну я не жал 3000 метров и уже так ощутимо. А смотри, как налетело, вообще ничего не видно. Вообще ничего не видно. Я с той стороны спустился, можем вот так обойти их. Мой народ Глинтвейн глушит. Кстати, это самая высокая пивнушка в Германии. Правильно? Да, получается так. Сейчас такого пивка, короче, я опять туда еще раз полезу. Тут очень назад вернешься. Вам очень повезет, если вы сюда приедете и не будет тумана. Мы приехали в аббатство, которое называется Андекс. Оно известно на весь мир именно тем, что здесь монахи выращивают все собственными руками, варят пиво. И это единственное аббатство, в котором разрешается пить пиво во время поста. Потреблять алкоголь. Откуда это все пошло? Много лет назад, около 500 лет назад, папа римский узнал, что Бавария пьет пиво во время поста. И это очень сильно разгневало. Тогда один из монахов взял бочку пива и пошел к папе на прием. Пока он ушел, пиво испортилось. И папа, попробовав это пиво, понял, что они пьют какую-то гадость. И сказал, пусть они пьют, это не чревоугодие. И с тех пор это единственное аббатство, в котором пьет пиво во время поста. Тут есть такой ресторанчик красивый, с видом, так называемый видовой. Есть два вида обслуживания. Это самообслуживание, где вы берете пиво, приходите, садитесь и смотрите на такой вид. И второй вид, вы приходите в ресторан, и вас там уже обслуживают официанты. И вот так выглядит ресторан, но в нем сейчас проходит свадьба, поэтому вовнутрь зайти у нас не получится. Все столы заняты. И как раз вот эта машина замечательная с этой свадьбы. Завершение вечера, традиционный немецкий ужин. И как думаете, кто его ест? Та-дам! Рулька и Макс. Знакомьтесь, это пиво, это рулька, это Макс. В общем, ребят, я не пил два месяца. В 14 июня последний раз пил, но глоток сделаю. Обалденно. Да, реально похоже на сладкий класс. Сладкий карамельный класс. Специально попробовал, чтобы вы не говорили, что я там закодировался или зашился. Сила воли плюс характер, только из этого нет. Доброе утро, мы собираемся в аэропорт. Делим с Максом рыбу, и сейчас я вам расскажу, как это делают охотники. Разбивают примерно на одинаковые части. Один становится спиной, и Макс сейчас должен показать на сумку и спросить, кому это. А я должен сказать, кому. Показывай. Кому? Давай это будет мне. Это значит моя. А это твоя, здесь как раз побольше, и здесь твоя золотая рыбка самое главное. Как скажешь. Но это честно, на самом деле такое честное деление. Поэтому закрывай. Можно зарегистрироваться прямо на улице в аэропорту, сдать здесь же багаж, получить фасадочный талон. Очень удобно, комфортно. Но это только для бизнес-класса. Если вы летите экономом, то вы можете, как обычно, пройти и также зарегистрироваться. Еще здесь есть специальные автоматы, которые принимают ваш багаж. То есть вы можете сами его сдать без участия человека. Макс, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Давай, еще увидимся. Да, естественно. Отлично провели время. Пишите в комментариях, что мы еще не показали с Максом в Мюнхене, мне кажется. То, что могли за два дня, полную программу, поэтому приезжайте в Мюнхен обязательно. Кстати, не забывайте о том, что компания Люфганза разыгрывает билеты в Мюнхен на Октоберфест. Все подробности будут в описании, переходите. Возможно, именно вам повезет. На этом наш выпуск подходит к концу. Всем удачи и пока. Пока.